В Мукачеве Закарпатской области планируют ввести платное посещение школ и детсадов для сельских детей. Почему за одного ребенка теперь придется выложить более 2000 гривен, разбирались наши корреспонденты. Юрий с семьей живет в селе Ключерки возле Мукачева. Своих троих детей возят в город. Недавно воспитатели вручили ему уведомление. С вересня 2018 года оплата за послуги в закладе дошкольной освятии вашей дитины становится 2122 гривен, еще и 8 копеек. У меня трое детей, 6000 гривен. Звезда мне их взять? Чинка безработных. Я сезонный работник. Мотаюсь за кордоном. Как быть дальше и куда пристроить своих детей, Юрий не знает. В сельском детсаду мест нет. Он рассчитан всего на 50 воспитанников, а желающих почти 200. Почему я не могу дать своих детей в город? Я, как обычно, имею право правильно дать как в село, так и в город. Звезда, грубо говоря, 4 километра, но я вам, думаю, намного краще в освете надают, как, допустим, у нас сейчас в село. В Мукачевской мэрии успокаивают. Платить за воспитание и обучение детей в городе могут не только родители, но и сельсоветы. Мы несем малые потраты на утримание, зрозумимо, в освятую сферу нашего города. Чем младше ребенок, тем дороже стоит его воспитание и обучение. Посещение начальных классов одного ученика обходится в 1100 гривен в месяц. Старшеклассника около 900. И занятия в детской спортивной школе 1455 гривен на одну дитину на месяц. Это вытраты местного бюджета, которые он несет. Мы предлагаем, чтобы платили або родители, або сельские рады. В Ключерковском сельсовете о решении Мукачевской мэрии слышали, но пока городские власти с предложениями не обращались. Мы официально не обратились. Я только увидела на их сайте МИСКВИКОНКОМ, что есть такой проект регуляторного акта. Я считаю, что это так не должно быть, потому что есть государство, есть освятые субвенции. В обладміністрации инициативу Мукачевской мэрии не поддерживают и заявляют, что брать плату за обучение и воспитание в государственных школах и детсадах незаконно. И все же в Мукачевском горсовете намерены на ближайшей сессии принять решение об обязательной оплате посещения городских садиков и школ для тех детей, которые не проживают в городе. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.